Просто мы устали от них. Просьба помочь нашему району и всему городу. Они уже везде побывали. Вот это Баклажка Первый Градок. Назарат Кавалин. Вот они у нас в Чашапоте. Узыдан Бааларе дам хорковат. Хичкин гэтин шри гё. Хачон гэчин булада. На мивицы дам хоркмиды. На башкас дам хоркмиды. Ханаккалышкерегулары. Беза уже хоркован, мы с Баалареем куча гэчкарсышке. Беза, железа, особая. Хочкой хоркован, мы с Кашакрой. Мы куча гэчэскелем дам. Прошусь в Куни-кэчэктивисты. Мы куча гэчэскэзэскэхи. Уз, эконом. Прошусь, хоркован. Прошусь куча гэчэкэскэк. Назарат Каикан. На мивицы дам хоркован. Мы вот были жены. Яшнепат дам хоркован. Прошусь на мивицы басхас, мы сейчас сейчас парни были. Мы известны для вас, а также мы будем продать. Дочер volt. Убийство в Windows, в знаке в Киеве. Обязательно. Он будет дальше. Я 누усь заниматься в городе, но вы больше не хотите. Да, у нас есть перестановка. Мы часто вставляли в помещение. Мы сняли в бустошку, в помещении. Складка в городе, мы все еще не можем. В сентябре они были сiiii. В сентябре они были с ними дома. В сентябре они были с ними? В позапрошлом году. В позапрошлом. В зиме. В зиме были 1 года издевались. Они только площадку построили, и зам машины тащили в гараж. мы не знаем куда ставить ну и ставим под окном как нам объяснили ставьте потому что у нас двухэтажки широкий двор и сказали ставьте напротив своего окна машина находит площадка броня сентябрь и напротив своего дома я сидела и ушел на раму начали нас шантажировать кататься и машине близко-близко подъезжать ну как если моя дочь дорогая машина она только где-то месяца два была машина она автосалон начата было мамы но кулы бирмата уркит шуда наркотом декан изяний ким юнош на опасение юристы ой лави да вся семья короче получилось так они нас дразнили дразнили я вынуждена была встать и закричать ну хватит уже издеваться убить катайтесь другом месте неужели больше нет места до бахарта бежутся и я шалка машина начало комплиментет сначала где началось вот оттуда и началось первые самые что вынудили на меня заорать потом соседи начали ну что вы неужели нельзя в другом месте кататься спокойно гапарты а это трувала там где сейчас качели стали и у нас и вот это бабушка с и начали фотографировать то что им надо так получилось они вызвали два наряда милиции уже мы с ними не справлялись они начали кидаться на меня мне вот так рук порезали вот у меня даже разруба и подали на меня же в суд дочка беременна она работает в мвд тоже беременная было это полтора года назад она была беременна уже последний месяц она приехала как бы защитить мать потому что испугались я у них одна осталась и ее тоже ходили они к ней на работу написали на нее жалобу что она это ну как бы у нас как это называется кто когда своим этим ну с пузом халатик какой она мент короче на него на нее написали на мою старшую дочь она выскочила когда они начали на меня кидаться дети иди иди травить начали понимаете вот бывает травля собаками меня старуху дети начали травить я разумеется и дети провокации провокации вот провокацию сделали и потом начали эти стоят фотографируют и когда я стала говорю идите пожалуйста говорю не трогайте меня я говорю я вам ничего не хочу катайтесь там где-нибудь тут нет места говорю но машина стоит говорю вы уже говорю раз ее повели с той стороны гора стояла вы промолчали я буду сейчас зачем это это было ровно 1 сентября я помню как сегодня ну короче они машины приехали дети спрашивают до скольки нужно детям гулять без родителей никто не знает мне не ответил никто из милиции не ответил во сколько должны дети быть дома до скольки положено нарушать у нас спальный район турмы и вот значит это ладно милиция приехала все они начали бегать фотографировать всех подряд но там где они не правы где они меня порезали руку когда я вот так вот отмахивала уйдите идите отсюда они начали на меня прыгать втроем вот эти вот лет по 10 по 9 по 8 ну как я могу их бить я просто говорю дети тут моя дочь увидела в окно и выскочила который сейчас я у нее живу она выскочила она говорит она начала оскорблять мою дочь на какие-то такие деньги купила машину в общем оскорбляла на нет это они не сфотографировали а сфотографировали когда моя дочь тоже стала вот таких идите идите отсюда не лезьте к моей маме она вам чё сделала я эту машину заработала своим горбом говорит я ковид три раза ездила я арестовала своим здоровьем и какое ваше дело у меня есть муж дети дети за границей работают какое твое дело д д д д шумы нам все милиция приехала их не могли разогнать детей вот этих после 12 ночи где-то пол второго это потом меня и и я тут же сказала а я говорю не не как некоторые порыве я мои дети грюм работают дыры слава богу не то что горбашек там воруют кирпичи как действительно там воровали кирпичи я видела три часа ночи я стоял курила на балконе я вся на нервах когда я курю извините конечно я это видела я грубо грудка могут говорю там говорю это кирпичи таскает и потом когда они меня начали докапываться каким вы трудом заработали эту машину у меня есть взять и изю дочери ну что если они пашут я виновата пусть работают и зарабатывают и я сказала говорю не как некоторые надо работать говорю они бездельничать говорю вот говорю вы барабарастом только говорит промышляйте вот все шутятом потом началось на меня написали мама на мою дочку написали на старт младшая приехала как все она больше ничего не сказала больше она ничего не сказала такие на нее написали поехали к ней на работу потому что но я к чему при этом они на меня в суд на подпадали на мою дочку на всех короче на кого только можно было только они в чистые хорошие потом они меня порезали руку я ушла это дети мамдок ватка нам да тут из них вот так вот полоснул лезвием мне по руке еще на меня же в суд подали хотя я нравится на романах расенбурге порезанная рука вот как я в больницу ездила сейчас покажу дочка мне сняла да это в первое число не порезали меня я обращалась в этот вот наш как его нашу поликлинику поликлинику там милиция приезжала все в общем зарегистрировали потом я поехала в этот где вот делать экспертизу туда ездила так они меня суд нас не слушал почему-то вот этих маленьких детей слушали точек откуда будет у нас уважение к старшим если судья показывают дети показали на меня что она избила но никаких они как же ездили тоже якобы на экспертизу но я их не трогал я вот так вот делала и они не в это время руку порезали я отдернулась моя дочка ты дитя идите а там эти фотографии то что им надо а то что мне надо нет и милиция их вот так толкала все и все равно а вот это уже когда первый раз у нас это меня и мою старшую дочь на минималку оштрафовали и снова на меня в суд подали приходит участковый говорит вот так и так все заказы их ворами обозвали я грани суды а кто-нибудь берет и видел вот на вас снова жалоба посыпалась что вы и обозвали ворами это было в тот же день когда они мне сказали что дочь каким образом заработала машину но я обозрелся но не таким образом как вы бороете над людьми издевает видели чтобы этот воровали не видел и я же знаю кто это просто у вас доказательства нету да я же не думала я не думала я могла прямо напротив моего окна там стояли кирпичи вот ее отец поклажки ходит собирает вот он возил это я на первый раз слушаю уже я вам чем буду брать кладовки ломали мы у нас они тоже все все что можно было и у нас из дома тоже ночевали вот есть такого может оказаться уже отдали смениться и потом меня еще раз в суд позвали и по какой причине что я их значит то что они меня порезали это я штраф заплатил за то что они в суд подали в штраф заплатил второй раз меня уже взвесило когда они меня послали позвали я своим детям сказал сидите дома никто за мной не ходить и сама пошла я пришла туда и они опять дети мете и вот она х он по узбекский начал вот это самая судья вот так судья обзаны опорочили обозвали что это самое я говорю извините говорю я извинюсь говорю но я этим году не буду платить ни копейки потому что говорит все ложка то что наговаривают на меня я защищала свою семью и говорю такие же людей которые над которыми они издеваются и упала прямо около экран тогда был этот онлайн это было где-то в октябре в сентябре меня где-то это сам потом в октябре или в ноябре суд опять был и я упала там в обморок и когда я упала в обморок приехал участковый хамид да вот он этот младший его помощник позвал его на машине что вот здесь же у нас недалеко этот участок он меня посадил машину и привез до дома вертать вам скоро вызвать я бы не надо я не хочу буду никаких споров ничего самое главное что отстали от меня от моей семьи и вообще от те кто над кем они издеваются вот такая просьба была я рухнула вот так вот и с тем пор у меня микроинсульт произошел потом только вот это все утихомерили они начали влазить по магазинам мне соседка сказала который со мной суде было она опять по магазинам ходит потом они начали вот таким не получилось людей брать они он машины там на хапали то же самое теперь у понимаете вот чем причина там тоже как они издеваются по полной школы и я их постоянно вижу они не уроки не делать ничего и мне вот ну видно я до 10 школе да 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 и потом вечером опять и это на пса вату он сказал что он какой-то колледж положил на у нас там соседка там поставила камеры потому что я кида да да и потом вечером опять и на пса вату он сказал что он какой-то колледж поступил этот юсуп или юнуться вот он сейчас на электромобиле где-то в 11 или 12 дня поехал куда-то опять куда-то по магазинам или еще кто-то его уже из всех магазинов выгоняли вот здесь на переезде в магазине они были я поражаюсь вот этим мужчинам которые продавцы но нельзя вызвать сразу 102 и психушку можно же это по моему эту семью надо изолировать очень много издеваются еще я слышала до меня ни одного этого мальчика парня тоже развели на деньги они думали с нас имеют раз у нас машину туда-сюда они думали что мы богатые они слупят деньги с нас не получилось и вот они пошли по магазин первый магазин они вон туда зашли вот по дороге же есть чуть-чуть глубине есть магазин везде они кассовые их оттуда выгоняют подался баклажка первую радость дедушка постоянно как бродяг одевается хоть и везде по мусоркам лазит тележка вала ты уже тележка даем они вот так красиво воровали все это она кызым шли дана мадагаида ухоза подполковник пока в декрете была декрет да поэты да у нас туда нам елзгенда бурабар об а на киен ариза елзгенда бурган де кучей на обтаде мамандо она сейчас не работает она в декрете где находит это ее дело она без формы да вот где ты ткарты извините за такие за эти два года я хорошо изучила постоянно вижу хатер по тонасы куриные чел юрб ты поклажка я по всему массиву а она ка оттасы у нас и даже бабка не на верный уша б жанна клада кола баба дед гаража на на без чунишем из чая мау жуда паблансис биланс сутлешки а в махалата енда кушнолар бленан сутлешки негенды да да еще бита бульар буря 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 я шаптору за да и карандашта якам да и кушнин ящи деген отапа бамза куя макалар ворка кушну билан ящи болишки а авалу Ушангем просто из-за того, что она сказала, у тебя столько мужиков, ушла куча с твоей шарты. И флосы, и флосы, как их только земля держит. И хичкин с ними справиться не может. Потом после того, как со мной не получилось, второй раз я сказала, что не платить ничего не буду. Я говорю, сажайте меня в тюрьму, и мы все время садимся. Но мы все время садимся, и мы все время садимся. Ушангем, мы все время садимся, и мы все время садимся. Мы это сделали из-за того, что участковый не работает. Как это вам нравится? Участковый медикам не работает? Нет. Участковый медикам не работает, они работают, чистоту наводят. Как это значит? У Ямаля все, после этого заткнулись, суд прошел, я переболела. Он сказал, что вот сам куча на метро. Тетя Роза, они по магазинам стали лазить, а людей нечего ловить. Он просто молодым не может, с этим магазином пошел. Вот смотрите, курс. Видео? Они же. Они фотографируют, он берет, начинает кидать, открывать. По магазинам. Куле, улажен. Куле, скажи, Фирюзу. Он сказал, что я зашел. и вот это вот рубачка с милиционером вот после магазина вот они как раз вот они как раз так у кого было у меня сейчас залина вот уши магазинчилер выступают у меня нет милиция пришла на следующий день и они вот выступают к народу обращают вот 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это же незаконно, то что они ходят и фотографируют людей Против их воли Это же есть закон Или не так?